Несмотря на солнечный и по-настоящему жаркий день, на территории Брестского областного Олимпийского резерва по гребле было оживленно. Все потому, что представители сильной половины нашего населения не могли пропустить один из самых важных праздников в их жизни – День Отца. В десятый раз собрались главы семейства, чтобы разделить и поддержать международную инициативу исчезнования отцов. Важно, что юбилейная дата фестиваля совпала с годом празднования миллениума города над Бугом. Задача нашего мероприятия – это привлечь внимание к тому, чтобы дети как можно больше находились с отцом, заинтересовать их быть вместе с родителями, заинтересовать вместе с отцом, и чтобы отцы побыли вместе с детьми. Тем более, что все мероприятия, которые мы будем проводить здесь, они будут для отцов. Но отцы должны, по всякому случаю, мы хотели бы так, чтобы они бы хотели с детьми на все состязания, на все конкурсы, где бы показали папу свои возможности в присутствии детей. Это было бы очень здорово. Организаторы отмечают, с каждым годом фестиваль проходит с особым размахом, а смена формата праздника годами ранее пошла на пользу. Сегодня мероприятие – яркое и запоминающееся торжество, на которое собираются как взрослые, так и маленькие брещане. Важной частью Батьковского хафеста стал традиционный папа-парад. В третий раз все желающие присоединились к уникальному шествию. Из года в год как раз наш праздник и возлагает определенные функции и задачи для того, чтобы институт отцовства несколько возвысить над всем происходящим, особенно в наше современное время. Кстати, очень примечательно, что папа-парад наш, он является уникальным померком даже республики. Поэтому этим мы тоже, несомненно, гордимся. Они сильные и умные, добрые, заботливые, трудолюбивые и надежные. Это еще далеко не все прилагательные, которыми можно описать современных пап с большой буквы. Действительно, брестские папы могут все, что угодно. А потому самые активные инициативные главы семейства были награждены представителями администрации города за достойный пример воспитания детей, сохранения духовных ценностей и семейных традиций. Папа дает, в первую очередь, ребенку свое отчество. Папа дает, как правило, свою фамилию. Но папа – это и учитель, это воспитатель. И, конечно же, он должен для ребенка быть и авторитетом. Поэтому хочется пожелать, прежде всего, нашим семьям крепкого здоровья, любви, благополучия и, наверное, исполнения самых заветных желаний. И пусть наш город бред будет самым уютным, комфортным и привлекательным. Семья – это, в первую очередь, ну, наверное, какое-то единение душ, когда друг друга понимают с полюсового. Ну и, конечно же, очень много деток. Потому что без детей семья, она не совсем полная и не совсем, скажем так, счастливая. Папа, в первую очередь, это все-таки добытчик, как сложилось издавна. Вот, поэтому, исходя из этого, в первую очередь, он должен задумываться о том, как обеспечить свою семью, сделать их счастливыми, сделать их веселыми. Ну и, конечно же, любить маму. Аттракционы и мастер-классы, увлекательные и познавательные конкурсы для всей семьи от сотрудников правоохранительных органов, МЧС и других организаций. Более десяти интерактивных площадок работало на Батьковском фесте. Здесь каждая семья без исключения нашла занятия для развлечения. Пытаемся не пропускать подобного мероприятия, отслеживать, что у нас город хорошего и приятного дарит для препровождения времени с семьей и постоянно быть участником таких мероприятий. Добрый, честный, миролюбивый. Все самые хорошие качества. Сколько сильно ты его любишь? На 110% места. Заряд бодрости и хорошего настроения был обеспечен всем, кто пришел на давно полюбившийся семейный фестиваль. Всех пап поздравляем, потому что это очень радостно и ответственно быть папой для своих детей, для доченик, для своих мальчиков. Поэтому папам здоровья, мудрости, терпения, сил и вдохновения на рыцарские подвиги. Юлия Селюк, Эдуард Бокунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.